Там были Y, F маленькая и F большой, они как-то связаны между собой или они вообще не связаны? Конечно, связаны, может быть я бы слишком быстро обижала. F большой это просто F, F это решение нормальное, а Y это независимое мнение. Это зависит от момента. А вот так сказать, Шмакова, Шмакова, доказательство тоже присутствует? У нас же общая церемония, она применима в любом городе, в большом классе. А он думал, я имею в виду 5 граммов миллиметров, какое-либо решение, какое-либо доказательство. Ребята, а какую диабетику использовали для доказательства? Это очень интересно. Когда обобщенные степенные ряды, в этом случае, мы использовали метод Монорант. Он, конечно, классический, но, конечно, использовали не классические приемы. Об этом я не буду рассказывать. Можно посмотреть эту работу. Но при этом вот эта работа, точнее, вот этот результат можно получить с помощью теоремы нервного отображения тоже. Для парниковых пространств. А что касается рядов Дюлока, то мы, вот эта работа, там опять используют метод Монорант. Он тоже классический, но Монорант строится, конечно, не классическим образом. То есть сначала мы к исходному уравнению строим Монорантное уравнение и Монорантное решение. Причем это Монорантное решение тоже является рядом Дюлока. А затем мы строим еще одно Монорантное уравнение и еще одно Монорантное решение. И уже этот Монорантный ряд, новый, это степенной ряд. То есть вот этот ряд дюлова с логарифмами оценивается уже вот этим степенным рядом. Ну, конечно, там всякие доказываются лимны дополнительные о скорости роста логарифмов и так далее.